Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Сергей Трейсер. Мы сегодня с такой вот компанией приехали в город Запорожье. Но мы не совсем в городе Запорожье, нам не хватило буквально 2-3 километра, чтобы туда доехать. Мы приехали в классное место. Это заброшенный аэродром. Здесь находятся самолеты, вертолеты. В общем, короче, мы сейчас попытаемся проникнуть на вот эту территорию, которая ограждена вот таким вот бетонным забором. Мы сейчас либо перелезем его, либо найдем дырку. И, короче, тут нам надо будет немножко прогуляться по этой территории, чтобы вам все показать. В общем, от нашего города ехать сюда совсем, в принципе, недолго. Но мы ехали сюда сутки, да? Мы потому что в дороге сломались, короче. Думали, что мы сегодня утром сюда приедем, но уже вечер. И мы, короче, отправляемся, пока еще солнце не зашло, пока еще что-то видно, можно что-то видеть. Погнали! Забор, ребята, немножко наклонился, но мы нашли вот здесь такую дырку. Вон Женя уже, можно сказать, проникает внутрь территории. Мы уже находимся внутри. Смотрите, что здесь. Здесь как будто какие-то то ли тропинки, то ли это какие-то собаки постоянно ходили, то ли еще что-то. Жень, я предлагаю сюда идти, чтобы мы по самому дальнему такому типа радиусу обошли территорию и дошли в нужное место. А если у них обходы идут такими петлями? Ну, блин. Можно, ребята, сказать, что это даже небольшой такой город-призрак. Смотрите, вон там здание, вон там здание, там здание, за кустами вы его не видите, и вот здание. Мы решили, наверное, нужно сейчас нам зайти внутрь для того, чтобы осмотреться по всей территории, где стоят вертолеты, где стоят самолеты, чтобы мы знали, в каком направлении двигаться. Хотя, в принципе, примерно мы знаем, куда идти. Итак, я понимаю, нам на крышу, чтобы попасть, нам нужно наверх сюда подниматься. Или здесь можно что-то посмотреть? Ууу. Ну, не то чтобы в Чернобыле, но, можно сказать, тоже такой себе город-призрак. В общем, ребята, насколько мне известно, раньше здесь было очень нехилое такое летное училище. Ну, и многие вещи, как принято после Советского Союза, накрылись медным тазом. Вот так и самое это место. Можно сказать, закрылось, самолеты списали, хотя говорят, что в управлении вот этой территории есть там два каких-то самолета, которые могут летать. Но, я так понимаю, они не здесь находятся. Технику всю списали, она тут стоит. Насколько я догадываюсь, ее, скорее всего, разворовали еще в то время, когда это все дело заморозилось сейчас. Я сомневаюсь, что какую-то из вот этих единиц техники, которые здесь есть, можно найти в рабочем состоянии. Потому как, наверное, даже там двигатели, короче, все, что можно ценное, ну, скорее всего, вынесено, так как, ну, в принципе, у нас принято так, что если что-то есть, она его обязательно нужно стырить. Поднялись наверх, ни хрена не видно, видно только соседнее здание, они разрушены. Я думаю, что в этом месте мы можем только нехило спалиться. В общем, ребята, с крыши самолетов не видно, но это не значит, что их нету. Мы обязательно сейчас к ним дойдем. Получается, что мы крышу мы поднимались. Ну, все зря, могли только лишний раз запалиться. Решили тем входом, в который мы захотели, не выходить и не могли найти, короче, другой. А он, кстати, был рядом. Ну, ладно, выпрыгнули через окно. Идем сейчас такими кустами. Надеюсь, на территории нету собак. И мы успешно сейчас дойдем до наших вертолетов. Ну, не наших вертолетов, а просто до вертолетов, которые хотим посмотреть. Не вижу, ребята, смысла заходить в каждый этот дом, потому что они все полностью-полностью разрушены. Хотя здесь раньше считалось, если не ошибаюсь, одно из лучших летных училищ в Советском Союзе. Я не сказал, там лучшее. Может, оно и было лучшее. Я точно не знаю, но, короче, знаю, что точно одно из лучших было. Проходим, ребята, сквозь такие руины. Я так понимаю, здесь тоже было еще какое-то здание. Его просто снесли. Короче, ребята, это может вам показаться наигранно. Это смешно, конечно, но это не наигранно. Смотрите, как мы балдем. Слишком уж ответственная миссия. Никого нету? Просто с той стороны КПП, да? Да. Там КПП и достаточно близко. Ну что, давайте тихонько перебегаем вот так. Просто тот момент на удачу. Это был момент на удачу, но очень высока вероятность была, что мы пройдем незамеченными. Но все равно булки расслаблять лишний раз не стоит. Ну что, ребята, первый самолет. Вот такая вот кабина, кстати. На, можно в кабину залезть как-то или нельзя? Ладно, не буду ее открывать. Там все равно ничего нету, сидушки все такое вытягивали оттуда, поэтому, ну, как-то не прикольно. Если я не ошибаюсь, это Ан-2 или Як-2. Я когда говорю у себя в видосах, что я не разбираюсь, мне пишут, а в чем ты вообще разбираешься? Я как бы много в чем разбираюсь, но я не могу во всем разбираться. И я просто не пытаюсь умничать, делать вид, что я там что-то знаю. Я просто не знаю. Вроде бы как этот кукурузник Ан-2. Может, не Ан-2. Пишите в комменты, а я покажу это. Потрогаю этот пропеллер. Под вечер такой не сильный ветерок наступил. Вот Женя нашел. Она открытая. Открытая? Да, но она типа запломбирована. Запломбирована? Ну типа, типа. Ну я думаю, давайте не будем хулиганить. А, вот пломба стоит, да? Ну вот эту пломбу мы срывать не будем. То есть мало того, что мы нарушили уже и так. Я думаю, много чего мы нарушили. Это скорее всего какой-то стратегический объект. Хоть это все неисправно, но это все равно, ребята, охраняется. Для государства любая мелочь важна. Да, я знаю. Я видел по фоткам, что в вертолете выбито стекло. Блях, а вот я опять не разбираюсь. Это Ми-8 или что-то поменьше немножко? Я когда-то АФФ проходил. Я несколько раз, не знаю, раз 10, наверное, минимум, прыгал с Ми-8. И, черт побери, я не помню, как оно выглядит. Кстати, ребята, посмотрите, какие здесь гигантские лопасти. Кстати, вот эта лопасть повреждена. Насколько я знаю, я дефицитные очень штуки, вот эти лопасти. Их куда-то поснимали. Я почему-то очень сильно сомневаюсь, что они где-то хранятся. Я думаю, что кто-то уже на них неплохо заработал. Я планировал в этот вертолет попасть вот этой дыркой, потому что я видел на фотках, что здесь дырка есть. Но я не видел, что здесь целого окна нету. Давайте залезем внутрь. Ну, Ми-8, с которого я прыгал, может быть, чуточку внутри побольше был, потому что, мне кажется, вот этих лавочек не было. Там было все рассчитано на то, чтобы поместилось как можно больше парашютистов. Так, вот эту штуку забираем. Блин, мягкую сидушку убрали. Придется сюда жопой садиться. Жека, садись за штурвал, сейчас полетаем вместе. Так, для того, чтобы взлететь, что нужно сделать? Надо какие-то тумблеры понажимать, короче. У нас тумблеров никаких нету? У меня есть. Есть тумблеры? Нажимай тумблеры, короче. Так, я так понимаю, вот это ракеты спускать или что? Так, сброс груза есть. Сброс груза? Я знаю, для того, чтобы взлететь, смотри, нужно рычаг тянуть на себя. Вау, смотри, я тянул себя, смотри, подожди. Пилоты должны дублировать друг друга. То есть, если один где-то затупит, друг друга должны, короче, поправлять. В аварию попали. Алло, первый, первый, я второй. В аварию попали. На самом деле, такой потенциал был у этого всего. И просто вот так заморозили, просрали, разобрали все. Я уверен, что здесь не только мародеры стырили. Я не буду утверждать, что на все 100%, но я почему-то уверен, что большую часть здесь разворовали люди, имеющие к этому какое-то отношение, либо же просто которые охраняли. Ну, может, я, конечно, ошибаюсь, поэтому не буду наговаривать на людей. Так, Джека полез на крышу вертолета. Я сейчас тоже полезу вместе за ним. Зеленая крыша КПП дальше идет. Зеленая крыша КПП. Там выше, выше встань. Я понял. Так, ребята, я, можно сказать, побывал на кабине вертолета. На лопасти туда залазить. Ну, можно, но не хочу, потому что мы сейчас планируем еще пойти к самолетам. Там очень много самолетов. То есть, чтобы вы понимали, вертолетов здесь буквально пару штук по сравнению с тем, сколько здесь самолетов. И не хочется преждевременно полиции убегать, потому как еще хотелось бы попасть к самолетам. Я сейчас не в тюрьме, так и смогу. Давай. Покидаем это место. Идем смотреть на самолеты. Сегодня, ребята, мы подъезжали утром на рассвете к Днепру, и у нас вот так слепило солнце на рассвете. У нас точно так же нас слепит солнце на закате. Можно сказать, сегодня у нас день от заката до рассвета. Вернее, у нас день еще с вчерашнего дня. Очень длинный день и тяжелый. Вот это, ребята, металл называется Тантау. Он считается драгоценным. Это мне сказал Денис. Это не я такой умный. Я, как вы подметили, ни в чем не разбираюсь. Кстати, ребят, я не знаю, видно вам, не видно. Но я на монтаже увижу, видно вам или нет. Но вы все равно напишите в комментарии, видно вам радугу или нет. И вообще не ленитесь. Напишите мне, пожалуйста, много комментариев. Я читаю все комментарии. И обещаю, кстати, на этом видосе первый час буду лайкать каждый, каждый комментарий. Только вот если будут какие-то гадости писать мне, то, конечно, лайкать не буду. Что, Жека уже вскрывает какую-то кабину? Сейчас улетать будем. Она что, закрыта? Может, какая-то пломба стоит? Блин, дождь начался. Написано, ребята, до СААФ. Насколько я понимаю, это какие-то учебные типа самолеты. Но я говорил, что здесь было мощнейшее летное училище. И вот, смотрите, как красиво позапарковывались. У нас даже, кстати, в Житомире на парковках далеко не все водители так красиво паркуются, как вот позапарковывали вот эти самолеты. А, и самое неприкольное, то, что начался дождь. Я не могу во все стороны вертеть камерой. Идет дождь. Ну что, ребята, давайте пофоткаемся для Инстаграма еще здесь. Подписывайтесь, ребята, на мой Инстаграм. Там, кстати, есть фоточки прикольные из Чернобыля. Будут отсюда фоточки. Так что ссылочка в описании, переходите. Так, хочу, ребята, залезть в какой-то самолет. Ну, видите, они опломбированы. Я, конечно, могу сорвать эту пломбу, залезть туда. Но, блин, я же не быдло. Я не хочу, как бы, создавать, во-первых, себе проблем. Во-вторых, охранникам, которые здесь охраняют эту территорию. И так, возможно, им по шее достанется за то, что мы сюда проникли, и никто не заметил. Поэтому, там, начальство этих охранников, не ругайте их сильно. Просто, ну, как бы, возможно, нужно вам самим отнестись к данной территории немножко серьезнее. И как-то оцепить ее, или еще что. Потому что, если здесь, там, я не знаю, сколько охранников охраняет. Но их реально мало, потому что они, скорее всего, сидят на КПП, даже если не делают обходы. То есть, мы зашли сюда, буквально на полчаса походили и ушли. Мы не имели никакого злого умысла. Поэтому, извините нас, что мы сюда, короче, зашли. Как видите, мы даже пломбы не срываем. Хотя, я, честно, очень хотел бы фотку. Как я сижу вот в таком а-ля истребителе, или самолетике просто. И меня шепот, ребята, сфоткали. Ребят, ну, вот приходили до нас какие-то бодлоны. И это очень плохо, что, ну, бывает, люди приходят и думают только о себе. Вот он хотел залезть сюда внутрь, он залез. Побил стекло и залез. Я считаю, что это неправильно. Лучше бы вы сорвали уже вот эту пимпочку. За это по охранникам, я думаю, меньше досталось, нежели за вот это стекло. Ну что, ребята, официально заявляю. Первым делом, первым делом самолеты. Ну, а теперь можно идти, короче, в нашу машину. Надеюсь, ее еще никто не вынес, мы в таком стрёмном месте оставили. И валить домой. И надеемся, еще раз наша машина не сломается, потому что мы, короче, поломка такая мелочливая была. Мы заехали в Днепр, заказали запчасти, сказали, через полтора часа вам привезут, вы их быстро установите, поедете. Мы, короче, весь день их ждали. И, короче, это, ну все, вечер уже, видите, закат. Все, давайте будем уже уходить отсюда. Вон Денис тоже фоткается. Жека его фоткает, Жека наш самый главный фотограф. Ух, ребята, много самолетов, там где-то КПП, пока охрана, мы сваливаем. Видломав двери, давай, ремонтируй. Все, поремонтировал. А дырку кто будет застеклять? Я шучу, это не мы, ребята, разбили дырку, это была такая дырка, мы просто дверку потрогали, она немножко начала выпадать. Такие дела, короче, выходим, за 9 час благополучно выйдем. Прошел такой небольшой дождик, я думаю, это будет на руку, хотя, как бы тут все заброшенным не выглядело, это считается режимный объект. Ну, вот такие бывают режимные объекты, поэтому, несмотря на погоду, обходы здесь, скорее всего, могут быть регулярно. Может, я, конечно, ошибаюсь, но, короче, делаем ноги отсюда. И желательно как-то вот так между деревьев, между кустов, чтобы нас меньше кто видел.